Привет! Меня зовут Эдуард Шиморо. Мне 20-16 лет. У меня два образования. Художник-дизайнер и режиссер. Также я работал диктором, композитором, музыкантом. Сегодня я расскажу тебе о своей мечте. В 2008 году я решил попробовать себя в программировании. Тогда у меня была своя студия дизайна интерьеров. И как только я начал, я не смог отлипнуть. Я перепробовал кучу языков и движков, и даже пытался написать свой на C++. Потом я начал делать мини-игры на Юнити для себя. И так прошло 10 лет за этим хобби, периодически к нему возвращаясь. А сегодня у меня есть большая мечта. Создать в одиночку игровую вселенную, свой мир. И обязательно сделать всё одному. Вложить весь свой жизненный опыт и знания в один большой проект. И сделать его на уровне крупных студий. И сегодня я иду к своей мечте. Без отдыха. Заряженной лишь своей энергией и энергией моих подписчиков, которые уже давно стали мне близкими друзьями, хоть мы и ни разу не виделись. Хочу сказать тебе спасибо за всё. А сегодня я покажу тебе, на какой стадии находится моя мечта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и, соответственно, выпустить такую игру, которая будет нравиться в первую очередь мне. Но и тебе тоже. Ребята, спасибо вам огромное за всё. Просто хочу сказать за то, что со мной остаётесь, за то, что подписаны на телегу, за то, что приходите на стримы. Кстати, стрим будет завтра. Вот. Просто спасибо за всё, ребята. Блин. Я очень-очень вам благодарен. Спасибо вам. Знаете, что хочу сказать. Спасибо за это. И спасибо, естественно, всем спонсорам игры. Благодаря этим ребятам я могу заниматься, чем занимаюсь. То есть, ребята, это добровольное пожертвование в игру. Если кто хочет, тот может пожертвовать. Есть определённая сумма, чтобы стать спонсором СБР. Я вот тебе рассказывал, на Boosty это указано. Вот. Если я кого-то не добавил в список, ребята, напишите мне. Я прослежу и добавлю, обновлю все списки, соответственно, что и как. Будет Стелла в игре, соответственно, с ребятами, которые поддерживают, соответственно, игру. Ребята, спасибо вам. Значит, ну давай перейдём к тому, что мы сейчас с тобой делаем в игре. Значит, по поводу, когда выйдет игра. Давай я отвечу быстренько тебе на вопрос этот. Игра, ребята, планируется выйти в конце лета, если я всё успею. Но, как я узнал, по оформлению документации и всему прочему, соответственно, возможно, у нас будут задержки с выходом игры. Но, в общем, когда я выберу модель распространения и так далее, я обо всём тебе расскажу. Итак, мы с тобой попадаем в убежище. Как ты видишь, в убежище с последнего видео изменений нет, потому что я работаю над открытым миром. И у нас до сих пор прототипные текстуры стен, прототипный ящик стоит. Вот уже не прототипный. Это уже финальный вариант бочек, например, да, как будет оформление сделано в игре. Ну, в общем, открытый мир я уже делаю не прототипным. Это всё стадия прототипирования. Я тебе рассказывал, значит. Наш гладиатор, который будет новичком, будет выглядеть вот так. Будет серо-чёрно-белый скин. Серо-чёрно-белый скин, камуфлированные скины и прочее ты будешь получать по достижениям. Суть игры. Значит, если кто не знает, что такое суть игры, суть СБР. Значит, игра планируется мультижанровой, да, в различных игровых режимах. От батл-роялей, арена, королевская битва, командный бой, выживание, дуэль, эвакуация. Но не на старте игры. На старте я буду выкладывать тебе вылазку в открытый мир а-ля Fallout. И, соответственно, возможно, будет режим волны, ещё какие-нибудь челленджевые режимы, эвакуация и так далее. То есть у нас будут сетевые режимы с экстракшеном типа Таркова, да. Королевская битва типа PUBG и так далее. Но тогда, когда я куплю сервера и потрачу очень много денег, накоплю эти деньги для того, чтобы разработать, соответственно, это всё дело. Потому что игру я хочу выпустить сам, в одиночку. Но в будущем, когда, если она понравится, я, соответственно, буду нанимать людей, буду нанимать, соответственно, снимать сервера. Скорее всего, серверную базу придётся ставить самим, либо снимать. Я не знаю, как лучше делать. Сама серверно-клиентская часть Unreal Engine, которая, соответственно, меня не устраивает. Поэтому я не хочу интерполяционные баги, глюки. Я хочу сделать качественную игру, чтобы была защита от читеров хорошая и прочее-прочее. Поэтому с этим торопиться мы не будем. Итак, по нововведениям. Значит, эти тоже у нас всё в прототипной стадии. Видишь, это всё оформление такое, то есть графически это не оформлено, как хотелось бы. Значит, что у нас новое? У нас снайперский прицел есть, да? Давай купим снайперский прицел. Поставим, например, автоматическую винтовку и снайперскую винтовку. Сейчас возьмём. Сейчас мы с тобой сходим и в открытый мир. Я тебе всё расскажу, поэтому присаживайся поудобнее. Это у нас крафтовый терминал. Мы зарабатываем валюту GC, валюта гладиатора. Зарабатывается она в разных режимах, тратится в магазине и так далее. Здесь у меня нету иконок пока, но ничего страшного. Значит, давай мы сделаем так. И я поставлю сюда ещё глушитель. Хочу купить. Это появляется у нас в инвентаре. Значит, из изменений. Теперь на X можно выкидывать предметы из инвентаря. Также вот так вот переносом можно выкинуть предметы из инвентаря. Соответственно, если они тебе не нужны, ты на X прокликал. Это я спи... ой, вдохновился из арены breakout. Значит, система бега у нас немножко изменена. Теперь у нас пушка ведёт себя вот так вот, когда ты бегаешь. Система подката теперь как в Call of Duty. То есть ты направление движения выбираешь, подкатываешься, можешь развернуться. Будешь катиться на жопе туда, куда ты, соответственно, повернул. Также у нас остались доджи, тратится стамины и так далее. Внизу слева появилась полоска энергии. Полоска энергии нужна будет для девайсов. Здесь будут у нас ещё слоты персонажа. Здесь будут трусики. В трусике будут 4 безопасных слота. Соответственно, ты сможешь выносить лут в трусиках, если умрёшь. То есть если найдёшь какие-то редкие предметы, по аналогии с арены breakout, с тарковым и так далее. Будут слоты трусиков. Здесь будет нарисован наш персонаж. Это я тебе так показываю вкратце, чтобы ты понимал, как будет что выглядеть. Этот дизайн тоже уйдёт, будет изменяться. Соответственно, это всё прототипное пока. Но, тем не менее, значит. Сейчас суть вылазки в открытый мир. Если ты оставишь вот то, что я сейчас взял, да? Если я войду в рейд и умру там, не выйду в портал, то, соответственно, я оставлю весь лут там. То есть я потеряю всё. И мне придётся заново там, я не знаю, в каком-то режиме зарабатывать. Итак, прицел. Х4. Ой, Х5 у нас это прицел, на самом деле. Значит, теперь у нас оптика работает. У меня был двойной рендеринг, но он жрал фпс у меня в два раза в игре. То есть на 50-60 фпс двойной рендеринг жрал. Я решил сделать прицел, как в Call of Duty. То есть мы зуммируемся вместе с прицелом. У нас хорошая управляемость. Так, подожди, я ещё патроны не взял. Давай я возьму патроны. Любые прицелы в игре ты можешь ставить на любые пушки. Дай-ка я снайперскую винтовку. Мы сейчас пойдём на рейд, я сейчас закуплюсь хорошо. Чтобы выжить там и так далее. И одену сразу пушки. На снайперку я поставлю тепловизор. Но к этому мы сейчас перейдём. Подожди, дай-ка я куплю патроны. Патроны автомат, патроны снайперские мы купим. Куплю шприцов, лечилок. Что бы у нас? Ну, пять штучек, наверное, хватит. Ну, давай, ладно. Восемь штучек шприцов у нас есть. Далее. Сюда. Снайперская винтовка у нас скрафтилась. Мы идём... Она пока не озвучен, крафт. Купим тепловизор. И маленький узенький тоже этот самый. Так, снайперку теперь делаем. Ставим глушитель и теплак. Вот так вот выглядит у нас теплак, ребята. Пока ещё не затекстурирован, но тем не менее. Значит, как работает эта тема? Это по факту дисплей на самом деле. А это сенсоры, которые, соответственно... Он цифровой. То есть у него увеличение идёт цифровое, сенсоры идёт. Вся оптика находится здесь. Здесь у нас дисплей. Я решил так футуристически замоделить. Это очень интересно выглядит. Очень круто выглядит, кстати, на автомате. Это тепловой прицел. Значит, оптика по аналогии Call of Duty. Ну, вот, например, на пушке. Ты можешь поставить эту оптику даже сюда. И, в принципе, оно отлично стреляется. Поработал, переработал немножко. Система отдачи. Чувство импакта оружия в руке. Я тебе скажу так. Игра чувствуется просто великолепно. Я просто кайфую от того, как это бегает, двигается, стреляется. И так далее. Я прям делаю, ребята, игру мечты. Я прям уже... Я уже играю, залипаю в рейдах. Хотя там, по факту, ещё не так много всего, что будет, короче, запланировано. У нас будут рандомные мероприятия. Я тебе сейчас всё расскажу. Но не хочу открывать тебе все секреты, что будет в игре. Сейчас мы переходим в рейд по терминалу. Здесь будет стоять портал. Этот портал можно будет активировать с терминала. А можно будет активировать рандомные карточки, которые ты найдёшь в рейдах. Например, карточку на босса. Фармить его. Он будет рандомно генерироваться. Этот босс, у него будут рандомные, интересные... Ой, блин, ребята, я не хочу раскрывать все секреты, чтобы это не спиздили в других играх. Значит, тепловизор. Естественно, работает от тепла. Если это объект-робот, то, соответственно, у робота есть энергобатарея. Если в объекте присутствует энергобатарея, то робот подсвечивается. Если это гуманоид, то у него он работает от тепла гуманоида. То есть, таким образом, я сделал. Например, лампа не подсвечивается. Здесь не используется энергобатарея. Здесь используется, по факту, источник питания, который находится на базе, который тебе нужно будет заправлять. Так, дай-ка я сейчас куплю патронов. Сейчас выйдем в открытый мир. Главное, я тебе покажу, над чем работаю. А то здесь прототипные текстурки, как бы, чтобы ты понимал, что и как. Значит, я выпущу игру в ранний доступ в одиночном режиме. Для того, чтобы ты мог посмотреть, пощупать подписчикам, я буду выдавать ключи. Игра будет платная. Никаких бесплатных распространений. Потому что я не хочу забивать игру кучей скинов, кучей валюты, которая будет влиять на игровой процесс, чтобы заставлять людей донатить. Нет, этого я делать не буду. Поэтому игра будет платной. Мое время должно тоже окупиться. Я просто, блин, с семьей не общаюсь, ни с кем не общаюсь. Сижу и задрочу, как в своем бункере. Запираюсь и сижу, разрабатываю эту игру. Это просто жесть какая-то, ребята. Здоровья отдаю, все отдаю для того, чтобы сделать эту игру. Значит, пойдем в Raid Eye. Подожди. Итак, ребята, я снова готов идти в Raid. Значит, в открытый мир переходим. Поехали, расскажу тебе сейчас. Ой, братишка, я вообще просто, я так тащусь на самом деле. Все, у нас сняла капсула силовое защитное поле. Итак, когда ты попадаешь в открытый мир, по миру будут разбросаны вот такие капсулы. Они будут либо рандомно, да, у нас рандомная точка выхода каждый раз, либо будут стоять в обозначенном месте, чтобы ты понимал, что и как. Это открытый мир. Весь мир уничтожен. Богатые люди живут в верхнем городе. Мы гладиаторы, зарабатываем на арене. И зарабатываем мы... Так, кстати, сейчас у нас НПЦ не реагирует на нас. Ну ладно, ничего страшного. Они будут агрессировать на нас. Я им отключил агрессию. То есть можем подойти к НПЦ, полутаться. Вот такие вот у нас НПЦ. Это наши ребятки, которые... Если я сейчас с него стрельну, то, соответственно, если это услышат, у них теперь работает слух. А если это услышит вот тот челик, то он пойдет меня тоже атаковать. То есть этот человек будет знать, что здесь кого-то атаковали из его друзей. Это скавенджеры. Скавенджеры — это дикие, которые остались в этом мире жить. Они мутировали немножко и так далее. Разные типы врагов будут. У нас будут как собаки, так вот такие вот дикие. Значит, текстурирую, моделирую сейчас в том стиле, в котором я делал это на Юнити в игре. Игря в итоге разрабатывается у нас сейчас примерно 18 недель. Ну, не примерно, а 18 недель. Да, месяц был перерыва, я отдыхал. И вот сейчас с новыми силами очень сильно, как говорится, запарился. Очень много замоделил объектов, затекстурировал. Заняло очень много времени. Но у меня сейчас хорошая технология текстурирования. То есть я очень быстро научился. Я себе создал шаблоны материалов и так далее. Поэтому, соответственно, тема такая. Значит, что мы имеем? Чтобы выбраться отсюда, тебе нужен вот такой портал. Когда он открывается, открываться он будет рандомно. И появляться тоже в рандомных местах. Сейчас я поставил два портала вот так вот в этих областях. Значит, видишь, он активируется, появляются дроны-защитники. Только после того, как ты убьешь дронов-защитников, ты, соответственно, сможешь выбраться с лутом, который ты собрал в зоне. Эти порталы будут появляться рандомно. Также у игрока будет возможность найти ключ для того, чтобы войти через другой портал. Будут подземные бункеры, которые нужно будет зачистить. И только так ты сможешь выбраться из зоны. По аналогии с этим, соответственно, экстракшеном, будет этот мир открытый с другими игроками. То есть ты сможешь в любой момент, пока ты бегаешь в мире, ты можешь здесь пробыть сколько угодно. Будут выбросы, аномалии, а-ля как в Сталкере и так далее. Ты должен будешь скрываться там в каких-то местах. В любой момент может зайти игрок в твой мир. Ты не знаешь когда. Ты можешь подойти к капсуле и увидеть, что кто-то, например, активировал ее. Будет гореть зеленый свет. Значит, отсюда кто-то выходил. И пойти по следам этого игрока, например, да? То есть также будут следы на песке. В общем, очень много интересных, офигенных идей. Значит, что мы имеем? Дай-ка мы. Услышал кто-то? Давай проверим. Никто не услышал. Хорошо, этого мы просто шлюпанули. Но у нас глушитель еще глушит, как бы. Вот. А знаешь, что ты? Сделал несколько пасхалочек. Здесь услышал? Здесь тоже никто. А нет, услышал, услышали челики. Услышали челики, услышали чипыжики мои. Ты блядь, она? Ну ты маленький, блядь. Эй, а что ты-то какого левела, братан? Ты как... О, еще стрельнул после смерти. Я еще оставил им такую фишку. Они теперь перезаряжаются, стреляют после смерти. Ну, значит, ты лутаешься, да? Сейчас интерьеров нету. Вот такие у нас есть локации. Такие домики. Ты лутаешься здесь. Они будут рандомно тоже генерироваться в интерьере. Это я с Шимколой. То есть главный здесь злодей это Шимору, который, соответственно, в верхнем мире гладиаторскими боями управляет. Ну, а почему бы нет себя не вставить в пасхалку? Значит, вот здесь плакат «Стань гладиатором сегодня». Интерьеров пока нет. Будут полочки, различные ящики, коробки, контейнеры. Все это будет загажено и так далее. Но, сам понимаешь, я делаю все сам. И пока я замоделю какие-то вещи, нужно на это время определенное, да? То есть вот здесь мы полутались. Здесь мы полутались. Всякое-всякое разное. Будут помимо всяких... Сейчас у нас только объекты такие. Будут всякие фиолетовые, золотые, редкие вещи. По аналогии с ценностями, да? Ты продаешь, продавать их будешь за валюту. Хотел у тебя спросить. Мне очень важно этот момент сейчас узнать. Стоит ли делать зоны, например, вот это вот а-ля военный лагерь, да? Например, радиостанция. Здесь, наверное, можно будет добыть военный лут. Преимущественно, да? Пойдешь, например, в какой-нибудь другой разрушенный рынок какой-нибудь, да? Там можно будет добыть другое. Пойдешь в третье место, третье, как ты считаешь? Или чтобы весь лут рандомно генерировался повсюду. То есть где угодно он был. Как ты считаешь это лучше сделать? Я думаю, что надо привязывать. Например, вот это здание может быть медицинским. Если вдруг оно медицинское, то ты будешь находить здесь медицинский лут. Шприцы, например, да? И прочее, прочее. Также эти здания будут рандомно закрыты. Возможно, какие-то из них будут требовать карточку. Карточку находишь, сможешь открыть, и там будет интересный лут. То есть это тоже будет рандомно. Ты не знаешь, в какой вылазке тебя что ждет. Мир меняться будет динамически. Так же, как сейчас у нас идет, погодные условия меняются. То есть у нас должна наступить скоро ночь. Видишь, солнышко уже скрывается. Наступает ночь, соответственно, скоро. Я пока замоделил маленький участочек. Это лишь маленький участочек. И он еще, естественно, не доделан. Опять же, напоминаю, что, братишка, у нас все находится абсолютно в разработке в этой игре. Все, что ты видишь, меняться будет и поменяется еще много раз. То есть мне сейчас не хватает ни дебрисов, ни какого-то мусора и так далее. Это все будет наполнено. Это все будет выглядеть по-другому. По итогу это будет все время обновляться. Даже после выхода игры будет что-то дорабатываться, улучшаться и так далее. Мы не будем оставлять игру в виде в каком-то, который нас не устраивает. Значит, вот такие вылазки. Ты делаешь вылазки, соответственно, в этот мир. И твоя задача выбраться отсюда. Если я сейчас здесь умру, все, что я взял с собой, я потеряю, естественно. И мне придется опять идти обратно. Чел, который пойдет в трусиках, как говорится, вот он все потерял, у него есть катана. Да? То есть он сможет катаной что-то пофармить, засунуть в трусики, умереть. И появиться, соответственно, в этих трусиках выложить на базу. Таким образом будет зарабатывать чел, который, соответственно, не хочет потерять снаряжение. Также, возможно, будет заплатить страховку. Сейчас у меня нет фонариков, к сожалению, но я покажу тебе сейчас ночное время суток. Давай попробуем сейчас очистить портал. Здесь какая фишка? Порталы у нас открываются по рандомному времени. После того, как я уничтожу дронов с порталов, я смогу уйти в портал. Но есть один момент. Портал открывается на 5 секунд. Если я сейчас уничтожу дронов издалека... Давай попробуем это сделать. Вот. Я добегаю, бегу на портал. Бегу на подкатах. На портал. Он открывается синь. И тут же заканчивается. А знаешь почему? Он открылся на 5 секунд, но у него еще есть таймер закрытия. Ты можешь не попасть в портал, даже если зачистишь. Поэтому зачищать порталы нужно будет... О, наступает ночь. Наступает ночь. Источников освещения здесь сейчас нет, но тем не менее. Это наступает ночь, братишка. От ночи не уйдешь. Вот. Вот так вот выглядит ночь. Озоновый слой разрушен практически. Вот. Поэтому будут различные подсветки включаться, когда будет ночное время суток и так далее. Но зато подсвечены плакаты. Я потом сделаю им какие-нибудь эффекты еще шейдерные и так далее. Также ты сможешь в мире найти станки для улучшения. То есть вот ты, допустим, собрал какие-то девайсы. Я вот хочу вот этот прицел срочно поменять на своей пушке, да? Поставить ее вот сюда, например, да? Тебе нужно будет... Они будут в закрытых помещениях находиться. Карточку найти. Находишь карточку и ты сможешь поменять пушки прямо на катке. Если ты убил другого игрока, естественно, с него выпадет то, что на нем одето. То есть вот так вот менять оружие. Просто вот так вот это будут слоты, кстати, для этого. Ты не сможешь переносить, соответственно, девайсы и одевать быстро, менять. Тебе нужен будет верстак. То есть, ну, я такую геймплейную механику и особенность решил сделать. Давай сейчас выберемся в портал. Расскажу тебе еще про особенности игры. Вдруг ты не знаешь, как бы. Давай сейчас близко подойдем. У меня есть хилочки, поэтому у меня все хорошо. Давай отшлепаем парочку. В глаз если попадать, то это, считай, ваншотик. Блядь! Я только что все проебал. И зачем мне так близко подошел? Блядь, я забыл, что они сильно разъебывают. Но у нас сохранились девайсы, кстати. У нас... Я не сделал, чтобы девайсы здесь уничтожались. Сейчас у нас девайсы сохранились в любом случае. Значит, ладно. Ой, сука, неловкий фейл, бля, они разъебали. Нельзя так близко подходить к дроном, потому что у них разброс уменьшается, если ты близко. Внимание, трансформация прошла успешно. Добро пожаловать в нижний мир. Сейчас будет снято силовое защитное поле. Будьте осторожны и внимательны. Хорошего отдыха. У нас сохранились девайсы, но это я в этом режиме еще не убрал, чтобы девайсы не сохранялись, когда ты умираешь. Ну так вот, ты должен выбрать позицию. Давай выберем позицию на них. А то мы там уже ночью были. Сейчас я тебе расскажу еще какие особенности. Ты выбираешь позицию, аккуратненько отыгрываешь, работаешь в глаза, килишься. Хорошо. И, соответственно, тебе главное успеть. Вот сейчас он откроется. Сейчас откроется портал, я не успеваю опять. Слишком далеко. Пожалуйста! Успел! Таким образом ты сохраняешь весь лут. Господи, господи, успел! Поэтому не так-то просто еще выбраться с порталов нужно будет, да? То есть как бы. Дальше, если ты не знаешь. Ты можешь носить только два оружия в этой игре. Я, допустим, вот вынес лут с этого рейда. Я хочу сохранить. Это и эти предметы у меня сохранятся на базе. Теперь я хочу пойти с дробовиком, например, да? Ну, на дробовик я, например, поставлю вот этот коллиматор, вот этот глушитель. И сделаю дробовик. А, у меня нету денег. Деньги-то исчезли. На вашем счете недостаточно GC. Кого вы пытаетесь наебать, говорит терминал. Я, наверное, продам... Слушай, очень дорогой теплак. Дай-ка я разберу нахуй снайпу и продам теплак с нее. Ебаный, нахуй он мне нужен. Да, теплак... А, у меня... Я же еще... Подожди, я же вынес. Я же вынес предметы. Давай я продам вот это. Глушитель я оставлю. Теплак продам. У меня 590 монет. Покупаю дробовик. И на него я... Зачем я коллиматор продал? Все, я вот это вот повешу на дробаш. Снайпу... Ну, снайпу я просто засейвлю. Пускай она у меня будет. Также ты сможешь на этом верстаке полностью разбирать за GC-шки. Грубо говоря, продавать. Вот здесь будет кнопка разобрать свой предмет. И, соответственно, ты сможешь продать оружие, которое тебе не нужно. Так вот, два слота. Два слота на базе сможешь сохранить. Два слота сможешь, соответственно, иметь на себе. То есть, таким образом, мы с тобой делаем баланс, ограничения и так далее. Чтобы игрок не мог хранить кучу пушек. Чтобы у игрока была всегда мотивация. Чтобы у тебя не было вот он твой склад. Я могу здесь... Бля, склад я сейчас активировать не могу. Потому что я переделал систему интеракции. Ну, ладно. Вот. А у тебя есть склад. Ты туда можешь складывать. Но там предметы, которые не являются оружием, соответственно, можно будет хранить и так далее. Поэтому склад это такое себе. Ой, склад. Много оружия. Вот два слота. Если ты хочешь задонатить, у тебя будет больше этих полочек за денежки. Как бы и склад расширить можно будет за донат. И все. А так больше никаких игровых моментов по донату не будет. Все. Недонатные помойки никакой нет. Урон там усилить себе. Деньги заработать нет. Ты просто больше пушек сможешь хранить. А что такое? Это безобидно. Безобидно как бы. Ну что, я расширил себе склад. Денежки заплатил как бы Шимору. Шимору пошел шашлычок сделал, например. Ну а что, тебе жалко, что ли? Я не понимаю. Так вот. Дальше. Дробовичок. Я увеличил разброс дробовика. Теперь разброс у дробовика вот такой. Ну то есть вблизи. Ты не сможешь разъебать, точнее, издалека. То есть совсем маленький урон, потому что это дробовик. Но если ты подойдешь кому-то в упор, соответственно, ты уже плюхнешь по всем частям тела. Здесь хитбокс у нас руки, руки, руки. Руки, голова. То есть у нас различные типы хитбоксов. Давай, короче, сбегаем, попробуем с дробовика кого-то разъебать. Я еще его не тестировал, я увеличил мою систему, поэтому... Так, снайпу мы оставили. Да, пушки мы сохраняем. То, что мы сохраняем на базе, соответственно, у нас остается в случае нашей смерти. То есть у тебя есть... Если ты не хочешь хорошо одеваться в рейды, например, да, ты можешь, соответственно, сохранить какие-то определенные вещи таким вот образом. Трансформация прошла успешно. Добро пожаловать в нижний мир. Сейчас будет снято силовое защитное поле. Будьте осторожны и внимательны. Хорошего отдыха. Все, хорошего отдыха. А здесь уже снайпа, кстати, лежит для тестов, поэтому я ничего не потерял, блядь. Надо, чтобы агрессию проявляли НПЦ. Ну ладно, я не буду сейчас включать, не включать. Еблетины поразбивали. Лутаемся, смотрим. О, пусть собака какая. Давай дробаш попробуем. Мне вот интересно, упорная ситуация сейчас. Не такой им бой стал дробовик, как раньше был. Вон там челик. Ну ебало. Мне очень нравится система управления сейчас. У меня прям вообще киберспортивная игра получается, на самом деле, по управляемости. Если у тебя хороший АИМ, ты здесь будешь ебошить просто. Как бы ты будешь здесь как батька раздавать, блядь. Что еще? У нас сейчас включено DLSS и всякие. Нвидиевские рефлексы тоже работают и так далее. Сейчас мы играем в стендалон версии, поэтому у нас могут быть небольшие подглюки, подлаги. Это версия, которая из движка. Игры это не билд, поэтому всякое разное может быть. Значит, так вот, напиши мне, что бы ты хотел видеть в открытом мире. Мне очень интересно, какие ты хочешь сделать видения. Какие там лагеря, может быть, какие-то интересные идеи. А я у тебя вдохновлюсь. Ну то есть, и выдам то, что я сам придумал. Ладно, я шучу, конечно же. Ну, конечно, так и будет. Ну так вот, и напиши мне, что ты думаешь. Какие у тебя есть идеи, давай мы их будем реализовать. Мы делаем игру вместе все-таки. Давай попробуем... А, мы выбрались уже из портала. Значит, мир будет огромный, обширный, бесшовный перемещение. И сейчас этот мир мне напоминает Fallout. Напоминает Fallout, добавим музыки, роботов, радиостанций по миру с какими-нибудь интересными голосами. И будет у нас Fallout свой, как говорится, да, Шиморовский. Видишь, дроны появляются, они как бы телепортируются из портала в случае, когда он открывается. Значит, напиши, что ты хочешь видеть в открытом мире. Каких локаций, да, насколько они должны быть интересными. У нас, как ты видишь, все гранжевое, апокалиптичное, и это все выглядит хорошо. Давай покажу тебе плотненько нашего персонажа. У нас игра планируется от первого лица, но, возможно, будет от третьего лица. Многие ребята хотят. Значит, делаем вот так. Отключаем интерфейс. Нет, сначала отключим интерфейс. Сделаем вот так. Отключим интерфейс здесь. И, соответственно, вот такая у нас стилизация в игре. Так стилизованы все НПЦ, все оружие и так далее. Я хотел сделать стилистику комикса, рисовки, и чтобы это гармонично, как говорится, гармонировало в антураже. Это офигенный стиль. Это мой любимый стиль. В играх я считаю, что игры так стилизованы. Это просто топчик, потому что у нас создается своя атмосфера. Как будто мы с тобой находимся в мультике. Ну вот посмотри просто на этот кадр. Это как комикс, это как мультик. Это просто великолепно. Это, я не знаю, что это напоминает, но мне очень нравится. У нас отрисовываются абсолютно все линии. Используются шейдеры, сложные системы, которые я писал. Соответственно, это непростой аутлайн. Здесь у нас берутся карты нормали, карты глубины. Поэтому здесь у нас рендеринг идет достаточно серьезный. И вот такую стилистику я, соответственно, выбрал. Чтобы мы с тобой получали удовольствие. Ну, мы можем, видишь, осмотреть. Прицел сейчас еще не затекстурирован, как бы. Но получаем удовольствие от него. Вот. Ну так вот работает оптика у нас, видишь? Хуительно. Красиво, блядь. Поэтому, братишка, я хочу, чтобы ты написал мне, что ты думаешь. Пожалуйста, поставь лайк, поддержи меня. Я очень стараюсь. Я хочу, чтобы это видео видели, ребята. Поэтому, пожалуйста, делись ими. Подпишись на меня, потому что, ну, бля, кто, если не мы, узнает об игре, да? Нужно будет создавать сайт. Создам сайт, когда там уже буду ассеты и так далее. Как будет распространяться игра, сразу отвечу на вопрос. Я не знаю. Либо это Steam, либо это будет свой лаунчер а-ля Арата Тарков. Ты будешь покупать игру на сайте и, соответственно, заходить через свой аккаунт. Ты не сможешь поиграть в игру, даже в одиночный режим, если у тебя не будет логина корпорации. Корпорации СБР. Это тебе нужно будет зарегистрироваться на сайте, когда у тебя будет ключ от игры. Поэтому запиратить игру не получится. Она не будет играть, если у тебя не будет ключа. Будет постоянная проверка ключа твоего. Поэтому в игре, даже в одиночной игре придется требовать интернет. Чтобы не пиратили игру и не получали от этого удовольствие, как говорится, да? То есть поиграть ты не сможешь, если ты не купил ее. Поэтому, братишка, пиши, что думаешь. В общем, я люблю тебя, целую, как говорится, крепко в твоей обе щечки. Стараюсь. Увидимся на новом видео. Пока-пока. Ой, стопулечка, братан, а куда это мы с тобой собрались? Подожди, я еще про гранаты у тебя не спросил. У меня есть еще один такой вопросик. Сейчас игриночки куплю. Значит... У нас в игре, естественно, есть гранаты. Активируются они сейчас быстро. Дай пушку возьму. Дай пушку любую какую-нибудь возьму. Ну, чтобы у тебя было понимание. То есть я гранаты решил активировать без прицеливания. То есть... Вот, ты держишь пушку, ты стреляешь. Оп! И кинул грену. Моментально. То есть как бы ты даже в прицеливании, оп! Кинул грену, в прицеливании и остаешься. То есть ничего не меняется абсолютно. Я считаю, это очень быстрое, быстрое выкидывание гранат. Как ты считаешь, это правильно или нет? Гранаты у нас есть липкие. Цепляются на поверхности. Это раз. Граната у нас есть просто хаешка. Которая закидывается. Сейчас вот эти лайт-трейлы стоят. Надо их убрать. Это я себе для видимости делал. Хаешки. Липкие. И будут еще флешки. И все-все-все-все-все прочее. Но меня интересует больше другой момент. Дымовая. Вот это реализация дымовой, как в Call of Duty. Нет, подожди, вот она. Вот это реализация дымовой, как в Call of Duty. Ты ходишь, дым вокруг вертится. Ну, то есть в Call of Duty работает точно так же. Грена плотненькая, хорошенькая. Не прогрузились, кстати, шейдеры гранаты. Надо их немножко изменить. Я думаю, стоит ли делать волюметрическую гранату, а-ля как в Counter-Strike. То есть вот эта вот греночка, а-ля колда. Ну, то есть ты поворачиваешься, поворачивается и у тебя смок. В Call of Duty именно так работает. В Warzoneках и так далее. Поэтому это очень важный вопрос. Еще. Как ты считаешь, какая должна быть реализация гранаты? А так, ребята, господи, еще раз спасибо тебе. Стараюсь, делаю, наполняю. В общем, мотивируюсь твоими комментариями и прочим-прочим. Еще раз напоминаю, завтра будет стрим. Приходи, пожалуйста. Буду тебя ждать, чтобы узнать о стриме и видео. Подписывайся, пожалуйста, на телеграм-канал. Ссылочка в описании, братишки. Все, люблю, целую. Все, теперь я точно побежал. На вопросы мои, пожалуйста, поотвечайте. На протяжении всего видео задавал вопросы. Пожалуйста, не мотай это видео. Посмотри его полностью, если ты меня любишь. Я люблю тебя, ты меня любишь. Мы оба любим друг друга, как бы. И почему бы и нет. Ну, почему бы и да-да. Все, пока. Продолжение следует... Продолжение следует...